Конечно, днем, в будни проводить мероприятия для взрослых – это на грани фантастики, но то, что мы есть здесь, и нас здесь сколько-то есть, означает, что даже такой формат возможен. Кроме того, все это идет на запись, все будет в интернете, и слава тебе, Господи. Проверить проект можно, например, 1 января или 2 января. Но вообще, прикол в том, что по опыту Москвы полностью невозможно только днем, утром можно. Мы там собрали как-то, тоже вот в таком духе было мероприятие, я рассказывал про 100 уроков, про свою идеологию вообще всего, и мы поставили на полдевятого утра, было очень много народу, а потом где-то к 10 все, ой, я побежал на работу. Я побежал на работу, все-все-все, мы все бежим на работу, то есть как бы все пришли до работы, а потом уже на работу побежали, подскакали. А вот в середине дня, ну, почти нереально провести, вот, так что я чрезвычайно признателен всем, кто сегодня пришел в середине дня, это явно либо отгул взяли, либо там убежали со школ, да, с уроков, то есть это очень круто. Ну, кто не знает, меня зовут Алексей Саватеев, я популяризатор математики среди детей и взрослых. Ну, как бы одной ногой я немножко в науке, я доктор физмат наук, но не буду грешить против истины, последние там 5-6 лет наука занимает в моей жизни очень малую долю. То есть это как бы уже превратилось в движуху, связанную с поездками, лекциями. Ну, вот книга вышла, книга вышла так, тоже история, да, вообще история всего. История всего. Где-то лет 9 назад я познакомился с Михаилом Викторовичем Паваляевым, который основатель филипповской школы в Москве. И он же основатель университета Дмитрия Пожарского, его строитель, основатель и меценат, он называет себя по-гречески ктитор университета Дмитрия Пожарского. И вот он, значит, мы с ним познакомились и обменялись разными идеями о том, что такое образование, к чем оно желательно было бы, если бы было круто все, да, чем оно является, к чему все идет, там, ну, разными мыслями обменялись. И он, ну, как-то так, ну, в каком-то там плане друг друга нашли, он меня позвал, во-первых, он стал финансировать сбор, который я проводил много лет подряд. Называется междисциплинарная школа междисциплинарного анализа социально-экономических процессов. Но, к сожалению, записывать ее не обязательно, потому что она прекратилась в существовании все-таки на седьмой год, в семь раз она прошла. Ну, там, да, с каждым годом все сложнее было, в общем, вести переписку и договариваться о том, чтобы люди оторвали, из своей жизни вырвали неделю и приехали. А хотелось именно самых топовых людей. Топовые люди каждый год были все более заняты. Но, наверное, формат бы продолжался, потому что некоторые уже ездили по инерции. Но в этот момент все-таки у Михаила Викторовича стали кончаться деньги, он это прикрыл, я как бы других уже, ну, у меня тоже по жизни было очень много разных других дел. И поэтому это был такой вот проект именно, семь лет подряд был такой сбор. Но параллельно в какой-то момент я имел какую-то, не то чтобы наглость, дерзость, наверное, надо сказать, заявить ему, что, во-первых, я знаю примерно, как обращаться с гуманитариями в плане математики. То есть я представляю, на каком языке надо говорить с гуманитариями, чтобы они что-нибудь поняли и чем-нибудь заинтересовались. Вот тут как бы два момента, да, есть. Поняли и заинтересовались, и то, и другое. И с другой стороны, я заявил, что у меня есть своя собственная программа 100 уроков, ну, как бы такая, скольких-то уроков математики, на тот момент не очень понятно было, скольких. Ну, то есть, что у меня есть свое собственное введение в математику, которое, как я считаю, является годным для какого-то процента школьников страны и мира, которые я не могу в данный момент оценить, говорил я ему. Но уж точно больше, чем все школьники всех крутых математических классов. То есть это как бы, я бы так сказал, в классах Москвы и Питера, тех, которые вот, ну, потом, после которых фамилии во всех Олимпиадах встречаются, да, вот, тех, кто выпускники этих школ, да, там, кто учится в старших классах этих школ, там дальше фамилии везде. Куда ни заглянешь, Олимпиады, там, по информатике, физике, математике, одни и те же фамилии всюду ведут. Ну, и это как бы солянка из нескольких городов, сборная, там, человек 100, ну, такой кого, золотой фонд. Вот, и, значит, ну, этот золотой фонд, это как бы запредельно, то есть это то, что потом разграбляют хищники со всех стран земного шарика, пытаются за каждую голову борются, причем иногда настолько подло, что, ну, я просто не могу передать. То есть пишут прямые письма, что вы сейчас пойдете к нам, будете получать вот такие-то деньги и сравните с теми копейками, которые вы там у себя в России имеете. То есть то, что это ужасно хуже, хуже, чем футболистов. Футболисты для этого и созданы. А как бы здесь совершенно иная ситуация. То есть когда футболист переходит из клуба в клуб, он просто прямо говорит, что там, меня сейчас приобрел этот клуб, это правило игры, тут ничего страшного нет. Но когда это происходит, да, когда вот человек пишет супер диссертацию, он на абсолютно топ уровне, выше всего мира, ему пишет какая-то сволочь из Америки, что сейчас он заберет его за такие-то деньги. И это вот, вот это просто реально вот хочется вот рожи разбить людям, вот натурально, поехать на ту сторону земли и всем разбить рожу там. Но вот не всех нет, конечно нет. Они стараются. Они стараются купить, просто это покрытие. В центре Москвы действует школа алгоритм. В центре Москвы, на Лубянке, на, блин, понимаете, действует школа алгоритм. Там все происходит по английским программам напрямую, сразу же с переводом дальше в Англию. Единственное, что меня с этим мирит, что там как бы, ну, не самые сильные школьники, конечно. Самые сильные все равно в этих школах, которые мы знаем. Ну, в общем-то, это просто прямо, это настолько, это плевок в лицо. В центре столицы происходит вот это, да. То есть, на самом деле, как бы все эти разговоры про патриотизм, которые ведутся в кремлевских стенах, они как бы, они верны, но они не достигают никакой цели, да. Да, то есть, что тут такого, я всегда это говорю. Ничего страшного, я раз в 10 сказал, что учитель это более важная профессия, чем президент страны, и ничего у меня пока не было. По-моему, согласен. Я думаю, что если бы он не был с этим согласен, то у меня бы уже что-то было. Так что я так предполагаю, что президент на самом деле с этим согласен. Нет, у меня как бы, нет, у меня нет мнения там, что что-то в этом плане делает, как бы, власть неправильно, да. Но я просто вижу, какие люди сидят вот на эшелонах непосредственно следующих за властью. А это уже просто негде ставить клейма. Вот реально, это предательно один за другим. И у всех дачи там, и у всех как бы все там, и дети там. И они тут вещают про патриотизм, но на самом деле, если они какое-то решение примут неправильно, тут же их там прижучат, зажмут. Ну, короче, надо понимать, что степень порабощения очень велика. Но что в этом случае можно делать? Во-первых, об этом, естественно, надо все время говорить. Это самое важное, да, потому что это как бы слово, оно все равно энергию несет в себе. Это первое. А второе, ну, как бы, надо какие-то ответы формулировать. Но что касается школьников, единственный ответ, который у нас есть, это ответ, что они должны быть строителями страны, а не потребителями. Все. Никакие другие не годятся. Вам все равно покажут, что именно там лучше, чем у нас, все равно обязательно покажут. А то, что там очень плохо, обязательно скроют. Но так устроена вот эта западная цивилизация. Она вот так действует, это ее законы. И поэтому вы никогда не сможете на разумных, вот, как бы, началах с ними, никогда нельзя. Только на иррациональных. Вот единственное наше оружие, это иррациональность. Вот ты строитель своей страны, вот, ты здесь должен быть. Если ты уедешь, ты предатель своей страны станешь. Все. Единственный разговор. Это чистая правда, и все. Ну, а дальше, как бы, каждый уже принимает решение сам. У нас сейчас, слава тебе, Господи, уже никого силы не держит. Зачем силы держать людей, которые держат фигу в кармане? Нет смысла никакого. Если он уже выращен, что он ненавидит режим, он все равно уедет. Ну, пусть едет. У нас хватит и десятой части тех, кто у нас есть в этом золотом фонде, чтобы здесь, так сказать, все функционировало. Ну вот, так вот, идея какая, что есть, как бы, дерево математики, а есть много-много веточек, которые дико интересны. Вот, школьникам математическим там их вот изучают много-много-много. То есть в мат-школах, в супер-школах изучают и дерево, и ветки. Но, в принципе, на самом деле, если вот говорить не о совсем топовом уровне, сегодня будет очень много фашизма. Топовый, нетоповый, бездарный, гениальный. Ну, простите, ну, что делать, жизнь жестокая штука, и все рождаются очень разными. Вот, значит, вот если мы берем уровень школьника сильного, но не гениального, то, в принципе, вот это можно немножко аккуратно пообрезать. И вот это при должном его внимании и при должном, так сказать, уровне заинтересованности ему скормить. Вот это 100 уроков математики. То есть это, грубо говоря, программа. Ну, мои оценки 5% населения, 5% школьников способны освоить. И это означает, что они дальше не будут иметь никаких проблем ни в физике, ни в химии, в программировании, в чем угодно, в ВУЗе. Ну, то есть как бы они дальше будут, потом они сольются с вот этими золотыми, да, и станут просто общим фондом интеллектуальным. То есть как бы это не обязательно вот на старте быть вот таким, можно и таким. Но вот тут надо как бы, ну, надо, чтобы очень сей, вот эту штуку надо все освоить, надо ее принять. Вот, и, соответственно, ну, Райгородский, чрезвычайный пессимист, считает, что не 5, а 1. Мы с ним это часто обсуждаем, он говорит, да что ты, что ты людям порешь чушь, какое, какие 5%? Нет, конечно, одного не будет. Но там, значит, может быть истина где-то между, тут вопрос. Зинька, 5% это тот, кто может истина. Может освоить, нет, это вот, вот, да, 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 вот, нет, это как бы, нет, нет, там, там как бы, тут просто некоторое количество школьников, вот, прям гении. Ну, это просто, ничего не сделаешь, да, их мало. Они, конечно, там, сюда и туда, и это все одной левой, вот. Вот, но речь идет не о них, потому что еще непонятно, как с ними сложится судьба, вот. Ну, и как бы, в целом, вот, мой пласт другой. Вот, я не занимаюсь вот этими, потому что на каждого такого, по крайней мере, один преподаватель есть в России, личный просто, можно сказать. То есть, там все хорошо, вот у нас, как бы, есть некоторые области, где у нас просто все хорошо. Это вот на абсолютно топ уровня. Там и Сириусы, там и все, там все, что только можно придумать, происходит сейчас для этих детей. Абсолютно там все бесплатно, с постоянными поощрениями, с премиями. Ну, то есть, как бы, эта задача решается совершенно в других местах, и пусть решается дальше, вот. И поэтому, как бы, я свою задачу вижу именно как следующий, следующий слой, который уже гораздо шире. Ну, и вот здесь, как бы, вопрос. Действительно, я бы так сказал, наверное, что 5% способны освоить первые 50 уроков, а вот дальше начинается уже посерьезнее дело, и следующий, наверное, это уже к одному. Но 50 можно брать, то есть, мое утверждение стоит в следующем. 50 уроков математики можно брать как абсолютно базовую программу для мат-классов. То есть, базовый мат-класс, я бы вот разделил, да? Мат-класс на этот самый, на олимпиады, мат-класс базовый, ну и обычные классы. То есть, здесь идет идеология в точности противоположная той, которая в Западной Европе, на полное уравнивание всего, что нет никаких гениальных, нет никаких глупых, мы просто всех выучим. И типичный разговор заканчивается тем, что я говорю, ну как же так? Вы же понимаете, вы же начинаете урок, у вас в классе сидит кто-то, кто сразу все понял, что вы с ним дальше делаете. Это его проблема, что он тут сразу все понял. Все должны понять. И в нотках появляется металл. Вот. Ну, соответственно, как бы это на здоровье, а стране, которая не решает задачи, связанные с обороной, которая прикрыта этим, значит, ихним щитом натовским, это, пожалуйста, можно сгноить всех своих гениальных выпускников и закупить там новых у нас. Но мы себе, извините, такого позволить не можем. Поэтому у нас, конечно, и этот, и этот, и все должно различаться. И что касается базового уровня, который должны освоить все или половина школьников, грубо говоря, да, то этим занимается Ваня Ященко. И я туда не лезу тоже. Как-то я несколько раз там какие-то заявления делал опрометчивые про то, что происходит с базовым уровнем. Он меня как-то позвал и говорит, так, вот смотри, вот тут интервью вот такое у тебя, вот это слово, вот ты здесь вот так сказал. Ты скажи, ты можешь за это сейчас ответить? Я начинаю что-то, он говорит, нет, вот это вот неверное утверждение, на самом деле так. Это неверное, на самом деле так. Короче, все, я сдаюсь. Вот здесь я ничего не знаю. Он занимается этим базовым уровнем, он разрабатывает ЕГЭ для базового уровня, и очень этим горд, он говорит, что его ЕГЭ базового уровня подняла базовый уровень в последние годы довольно сильно, с нуля до какого-то небольшого но. Но вот ничего не утверждая про базовый уровень, я вот, так сказать, я занимаюсь здесь. Вот оно, 100 уроков математики для тех, кто действительно, у кого огонь в глазах, кто при этом как бы не гений, поэтому не находится в главных классах. Тут сейчас в чем проблема? Может быть, и всех можно было бы довести до сюда, ну вот всех там 5%, если бы было столько учителей на этом уровне, умеющих преподавать. Но я постоянно переписываюсь с учителями, которые пытаются по этой программе вести занятия. У меня там есть в загашнике где-то около 30 учителей, постоянные переписки с разных регионов. И я вижу, что у учителей эти уроки вызывают проблемы. Ну, как бы так, чтобы без иллюзий. То есть у учителей, они вызывают проблемы, и это совершенно нормально, абсолютно нормально. И нормально, когда учитель пишет мне, Алексею Владимировичу, у меня вот здесь вот урок 17, 20-я минута, не понимаю. И я ему пишу, объясняю, что я хотел сказать, где там посмотреть, это более толково. Это нормально, он пишет, огромное спасибо, вроде бы я разобрался, да, теперь я могу учить детей. А к некоторым школьники подходят и говорят, Алексей Владимирович в таком-то уроке вот кто-то сделал. Мы не поняли, учитель говорит, блин, я тоже что-то не понял, да, сейчас мы… Вот, то есть некоторые школьники, довольно много, тысячи, много тысяч школьников самостоятельно просто это смотрят. Все оценки не с потолка, а просто я езжу как заведенный последние годы по стране, вижу разные регионы разных школьников, и каждый раз я вижу там несколько человек, которые уроки заглядывали, в канале сидят, ну, как бы, то есть я представляю себе примерную картину, сколько кого. И, ну, в общем, как бы, дальше судьба этих уроков, она стоит в том, что пытаться их скармливать всем, кому только можно. Вот, побывал я в Нахимовском училище, побывал я в Суворовском, Пермском. Я им говорю, что для их школьников вполне, а у них хороший отбор, на самом деле, школьники совсем не дураки там. И вот прямо чувствуется, что вот они вот здесь, это как раз то, что надо. То есть в Нахимовском отбор вообще там типа 8-9 человек на место, если как бы правильно его интерпретировать. Там некоторое количество школьников попадает автоматом, потому что их родители служат. Но на остальные места конкурс, и конкурс такой, что там вообще у них как бы кое-что от зубов просто отскакивает. То есть они гораздо круче, чем обычные школы. Вот, и туда можно было бы это все пробовать не дать. Ну, проблема на самом деле нехватки рук, нехватки как бы, то есть я думаю, что вот, скажем, были какие-то беседы, да, в этих академиях военных. Все согласны, ну просто у всех куча дел, у всех какие-то бумаги там, все время что-то вот это все заполняют, да, заполняют, заполняют. Алексей, все точно, очень круто, вот спасибо большое. Все, да, наверное, да, так и сделаем, когда-нибудь мы это все внедрим. А сейчас нам нужно вот здесь еще заполнить, вот здесь Минобор спросит, вот здесь Минобор просит. Ну, что тут можно сказать, да? Мы сегодня живем в таком странном мире. Я уже сделал популистское обещание, что если я стану министром образования, я на год заморожу любую отчетность. Вообще, просто ноль. На гол, на год. А потом мы сядем и подумаем, какая отчетность на самом деле нужна, а какая не нужна, вот. То есть, как бы, просто вот полный мораторий, понимаете, да? Пожалуйста, пусть они сидят на своих местах и получают свои зарплаты. Пожалуйста, потому что если мы начнем бороться с их зарплатами, нас сразу убьют, это понятно. Вот, но пусть сидят и получают ни за что, им же меньше работы. Они и так ничего, они это все в унитаз бросают. Я как-то подал отчет, в котором техновский документ вот такой бэкслэш на второй странице начинался, просто для проверки. Никто ничего не посмотрел, никто. Все, спасибо большое, Алексей, вы сдали отчет. Я произвожу иногда эксперименты над этой системой. Система полностью блокирована, она на самом деле не работает. Она просто требует отчета и, как бы, ну, никогда не сможет понять, отличить ничего разумного от чего-то иного. Поэтому, единственное, вот, как бы, наша какая-то вот, наша такая, ну, вот, наша, ну, не хотим рисковать, да, поэтому пишем. Но все по-настоящему можно было бы писать без всяких, просто билиберду там, рожденную компьютерную программу текстовую, сдавать, и все, они не считают ничего. Вот, ну, как бы, ну, что поделать, сегодня такой странный период жизни, наверное, он когда-нибудь закончится. Вот, и, соответственно, пока такой период жизни, мы все, что можно делать, делать в интернете, делать в своих поездках. Слава богу, никто мне не мешает, меня, наоборот, приглашают, со мной Минобор не борется, несмотря на все эти заявления. Наоборот, локальные Миноборы иногда меня зовут, даже на уровне, вот, прямо, официальном, типа, да, Алексей, да, вы все право про бумажки. Но, на самом деле, же не мы придумали, не мы придумали, нам навязали, мы требуем, потому что с нас требуют. Ну, понятно, обычная история, это круговая порука называется, это, как бы, никто не виноват, всем все, всем, всем обидно, а в результате вот система такая. Вот, поэтому, значит, сразу хочу сказать, что главное, да, главное, что сегодня мы хотим, главное, что хочу сообщить, что все, кто учителя математики, вот, пробуйте вести занятия по 100 урокам. 100 уроков в математике, ну, давайте я скажу, как бы, ну, как вот входить в эту тематику вообще, что такое 100 уроков, там три базовых, как бы, три базовых кита, почему-то я их сверху нарисовал, да? Ну, ладно, пусть сверху. А, да, теперь не начались, а гуманитарии не... А, я же не доскал по вашу книгу, да? Нет, да, их же надо как-то вот... Нет, здесь базовый, там, как бы, есть просто список тем, то, что реально школьник, вот, если он не математик, что должен знать школьник реально? Должен понимать, что такое дробь, понимать, внутренне понимать, ну, как бы, не то, что он умеет, должен как механически складывать дроби, да? Он должен понимать дробь, тогда он будет и понимать, и как их сравнивать, и как их складывать, что они такое, что это отношения, да? Должен знать проценты, то есть он должен, читая газету, понимать, что там написано, хотя тот, кто пишет в этой газете, на самом деле давно уже не понимает. Вот, то есть тут, как бы, тут вопрос такой многосторонний. Те из них, вот, из этих все, вот, из этих пойдут журналисты, то есть журналисты всегда здесь. И они, вот, должны быть такими, чтобы они понимали хотя бы проценты, потому что иначе позорище в газетах идет. Ну, правда, если вы сравните с западными образцами, то же самое, как Джейн Псаки, что-то какие-то заявления делала такие, что-то... Ну, в общем, это все понятно, да, то есть все это ниже Плинтуса, сегодняшняя, как бы, сегодняшняя система такова, что мы от базового уровня должны пытаться добиться процентов, дробей, элементарно-геометрических образов. Ну и, конечно, в идеале текстовых задач. Но экспериментируется с уроками... Нет, там, нет, это невозможно, это невозможно. А если это начальная школа, это гуманитарная гимназия, да, то есть... В начальной школе все равно, дело в том, что... ...гуманитарная гуманитарная, потому что они гуманитарные. Ну, да, но 100 уроков начинается с 5-7 класса, в зависимости от способностей. И, соответственно, где-то в 9-10 они заканчиваются. Ну, вот, как бы, это вот диапазон нормальный. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й класс. Ну, это как бы предыдущая стадия, это арифметические действия, чтобы как можно лучше их освоить просто. То есть все, что связано с арифметическими действиями, отрицательными числами, положительными там и так далее, все это должно быть до, оно должно быть вот в 1-м, 4-м, и дроби должны быть там на самом деле, ничего у них такого нет. В общем, тут как бы можно было бы пытаться все переустроить, но все-таки надо понимать, что тогда будет часть вот здесь уже отпадать. Тут не очень, действительно не очень ясно, что делать с базовым уровнем, поэтому я и не очень в него лезу. Потому что, как бы, под микроскопом, как я понимаю, Ященко, под микроскопом тут еще целый ряд уровней. И уже совершенно непонятно. Как бы, когда вы заявили, что у вас всеобщее образование, вы уже сделали шаг назад. Все, потому что, если оно всеобщее, вы не можете человека выгнать, вы максимум его можете оставить на второй год, а сегодня и это, по-моему, вообще не бывает практически никогда. Потому что за это опять директора будут бить, да? Ну, то есть мы попадаем в порочный круг одного и того же. Мы не можем выучить школьника, потому что мы не можем ему пригрозить ничем. Ну, да, наверное, еще страшнее. Но, по крайней мере, так. Ну, то, что сделал ваше выступание в девятом классе в этом году, нашу страну опустит ниже принципа, как вы говорите, настолько низко. Потому что те задания, которые он поставил в новый проект, это 30% год гарантированно. Ну, не знаю, я в это не лезал. Я не понимаю. Зачем Пушков пойдет поработать в среднестатистическом на окраине Москвы? Зачем Москва, да? Нет, окраина Москвы и окраина Нижнего в этом смысле совершенно не имеют никакого значения. Ну, в общем, не знаю, я как бы... Ну, я сюда не идёт. Слушайте, если я буду министром образования, я сюда пойдёт. А пока я занимаюсь тем, чем я могу заниматься. Вот. Пока, да, пока вот оно. И это самое... И здесь, да, я предполагаю всё-таки, что в предыдущих годах они уже там плюс-минус умножить, разделить, там скобки раскрыть, вот это всё есть. Ну, то есть базовый может... Да, уже нормальный, да. Он на входе должен быть нормальный. Вот. Ну, может быть, действительно, первый как раз ранжировать, кто смог очень хорошо освоить базовый, может попытаться укусить сюда. Вот. А кто не очень это кусает, ну, тех обучить там хорошенько процентам и каким-то ещё минимальным вещам. Ну, и уже человек к другому способен. Такое бывает. То есть он как бы... Есть люди, которые... Ну, что, тривиальные вещи говорю, да, то есть на этом уровне уже видно, кто просто к другим вещам склонен. Ну, так он пусть этими вещами и занимается. Я не вижу ничего страшного в ранней специализации. Потому что не очень осмысленно детей, которые вот просто вот им, ну, не заходят и всё. Ну, вот у меня старший в этом олимпиадном движении, следующий ребёнок, девочка, она вообще говорит, пап, ну, я просто, ну, я не могу полюбить вот это, ну, не могу и всё. Ну, да, я выучил эти все формулки, да, как раскрывать. Ну, не моё, да. Она на электрогитаре фигачит. Это у неё есть рок-группа. Вот, голос там, слух, всё такое, да, всё, всё, что надо. Танцует, рисует. Ну, и прекрасно, в чём проблема-то? Никакой проблемы нет. Ну, да, 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 да. Младший категорически отказывается даже чисто складывать, зато он бьёт по мячу так, что... Как Роберто Карлос. Ну, то есть, как бы, я не понимаю, зачем учить вот тому, к чему не лежит душа. Вот это я никогда не понимал. Вот. Ну, у меня четверо детей, у меня много опыта и просмотра. Из-за того, как у них, как они к чему смотрели, относились. Вот. Но, в общем, здесь, как бы, три кита. Да, про книгу я ещё скажу. Первый — это основная теорема арифметики. Вот, как бы, с неё всё начинается. Если вы возьмёте книгу Андрея Петровича Киселёва, то там будет, вот, арифметика, главное, да, Андрей Петрович Киселёв, учитель номер один всей истории Земли. Наш земляк. Мой папа из Нценска, и там здесь музей, целый отсек музея посвящён Киселёву. Вот. Прожил почти сто лет. Ну, ну, а не все знают, да, кто это? Это сам, сам? Ну, вот, вот. Значит, и, ну, как бы, такая вот первая простая реформа, первая простая, очень простая, это все учебники, которые были последние 30 лет, выкинуть помойку и взять учебник Киселёва. Всё, просто, самое-самое простое, первое действие. Вот. Ну, а мы, как бы, наступаем здесь на хвосты, вот, людям, которые под грифом министерский учебник получают много миллионов денег, да? Как только вы наступаете на деньги, вас, с вами тут же дерутся очень больно. Всегда нужно делать реформу, чтобы людей, вот, как бы, если они получают деньги, пусть они бессовестные и получают их просто так. Тогда они, да, утрутся и будут получать их просто так. Они любят только деньги. А мы любим дело, да? Ну, вот, как бы, нужно, чтобы мы разошлись в разные стороны. Поэтому, вот так вот. Ну, как бы, да, здесь есть разные подходы, как это можно было бы, тем не менее, сделать. Пусть там выпускают под грифом и развешивают ими стены и на них любуются, да. А учиться, ок, не выглядит селёво. Вот. Значит, что такое основная теорема арифметики? Это утверждение о том, что любое число единственным способом раскладывается в произведение простых. Да, любое положительное натуральное число, начиная с двойки, раскладывается единственным способом в произведение вот таких вот возрастающих простых чисел в каких-то степенях. Все простые числа различные. Ну, я их для простоты в возрастающем порядке расположил и тогда. И это просто вот такая теорема, что любое число имеет ровно один такой вид. Она не очень простая. Ее доказательства сегодня было проведено мною для старших классов здесь со всеми предыдущими ходами. Но давайте, так как вы учителя математики в большинстве своем, да, то мы первым делом ее докажем. Просто если реально у вас будут школьники, которые будут интересоваться, правда, серьезными вещами, то вы будете с ними это разбирать. Значит, ключевое утверждение в этой теореме такое. Если два целых числа не делятся на какое-то простое, то произведение тоже не делится. Ну, много видел разных учебников, часто пишут, что типа это очевидно, или это мы принимаем как то, что мы можем наблюдать. Ну, в общем, на самом деле это утверждение, которое требует строгого доказательства. Значит, давайте его докажем так. У меня есть несколько, несколько таких, как бы, несколько видов иллюстраций для школьников. Первое называется кузнечик. Кузнечик скачет двумя разными способами. Он умеет скакать на А и умеет скакать на П. То есть у него как бы так настроено все, да, он может переключать. Либо скакнуть на А шагов в любую сторону, либо скакнуть на П шагов в любую сторону. Вопрос, в каких точках он может съесть лежащий там для него кусочек хлеба. Ну, понятно, что только в целых, но оказывается, что во всех целых. И, ну, например, давайте так это, значит, будем сейчас доказывать. Ну, вы понимаете, да, речь идет о том, что вот такие выражения, да, вот такие выражения, вот такие выражения. М скачков по А, Н скачков по П. Заполняют всю прямую на самом деле. Ну, и чтобы это доказать, нужно двигаться от противного, от противоположного, да, утверждения. Ну, или даже можно и без противоположного обойтись. Давайте просто сразу рассмотрим вот это множество из всех таких вот мест, где он может взять хлеб. То есть здесь нужна конструкция, связанная с тем, что мы рассматриваем, ну, как бы, множество точек. Это вот то, что детям, вот тут сразу, да, дети, которые это понимают в младших классах, это будущее, ну, как бы, будущее потенциальной математики, да. Но можно попытаться и остальным тоже сказать. Ну, давайте посмотрим на самое маленькое, самое маленькое число. То есть самый, самый левый, вот, пункт, где можно хлеб забрать еще, кузнечику, да, но положительный. Альтернативно, иногда я так говорю, в некотором царстве и государстве бывают монеты только достоинством в А рублей и в П рублей. А Ваня должен петь один рубль. Как его отдать? Понятно, что то же самое, да? Что в какую-то сторону идет целое количество одних купюр, в другую сторону идет целое количество других купюр. Есть еще одна задача, похожая, которая тоже приводит к тому же самому. Вам дали А угольник правильный, прислали по почте инопланетяне. Правильный А угольник. А с другой планеты вам пришел правильный П угольник. Нужно построить с помощью этих данных правильный АП угольник. Действительно, это все одно и то же, потому что... Так, давайте я вот эти иллюстрации сотру уже, фашистские иллюстрации. Ну вот в Западной Европе сейчас я бы уже наговорил на окончательную потерю всякой работы, всяких шансов на жизнь, кроме бомжом. Мне рассказывали там, вы говорите, видите, сколько у нас валяется бомжей. Каждый из них что-то не то в какой-то момент сказал. Либо про женский пол, либо про негров, либо про еще что-то в этом духе. Один раз сказал и навсегда лишился работы везде. Не сажают, у нас все мирно, никто никого не бьет, не сажают, просто он навсегда бомж. Такая простая система. У нас хватит дубинкой мент кого-то, и все, ой, милый, бедный, ударил тебя, гад, сатрап, да? Все начинают жалеть. На Западе все наоборот. Если ты попал в стигму, тебя все ненавидят, никто с тобой не будет говорить. То есть это такая вот, это жуткая тоталитарная система, но зато очень мягкая. Никто не пасает, никто это сам. То есть это совершенно две разные мир-системы. Вот, ну вот, так сказать, дальше каждый выбирает себе по вкусу. Но уж мы здесь родились, нам к этому и привыкать. Значит, смотрите, оказывается, что если положить эти два многоугольника на карту так, чтобы одна из вершин совпала в первом и во втором, то речь идет просто о том, что две какие-то вершины будут находиться на расстоянии 1 делить на АП от окружности. Ну, как бы, то есть мы построим его, если мы найдем такие вершины. А что это означает? Это значит, что там n раз по А, по одной А-той, отличается от m раз по П, да, на одну АП-тую. Понятно? То есть соседние вершины настолько близки, что близки вот на одну АП-тую. Но это после умножения на АП получается ровно то же самое с заменой знака. То есть это решается все та же и та же задача. Одна и та же задача. Это задача о нахождении целочисленных решений уравнения am плюс np равно 1. И она лежит вот здесь, как бы, как самое главное. am плюс np равно 1. Вот про нее надо много-много-много говорить. Как можно дольше, чтобы усвоили прямо вот навсегда. Теперь я возвращаюсь к строгому доказательству. Итак, вот это d, это самое маленькое число, которое имеет такой вид. Да, не буду писать синим, он не виден. Значит, вот оно. d, оно имеет вид. a на m с волной плюс p на n с волной. А левее него уже ничего не имеет такой вид. Уже нельзя туда попасть с прыжками. Нельзя купюрами, да? То есть вот это мертвая зона. Вопрос. Какую следующую точку можно попасть? Или какую следующую сумму можно заплатить? Итак, пусть d это наименьшая положительная величина, которую можно с помощью купюр а и п заплатить. Или, соответственно, наименьшая положительная координата, в которую можно попасть к кузнечику, прыгающему по а и по п. То есть наименьшее положительное число, имеющее вот такой вид, то есть которое можно представить как целочисленную комбинацию а и п. С разными целыми. Какая следующая положительная величина, которую так можно представить? Ну какой ответ напрашивается? 2d. 2d, правда? Напрашивается, что 2d. И 2d действительно можно. Умножаешь на 2 коэффициента и получается. Это очевидно. Но как доказать, что вот здесь нет ничего? Не эта точка, вот как я сейчас нарисовал якобы d равно 3. Почему если d была минимальной, почему вот сюда нельзя попасть? Нельзя никак это представить в виде целочисленной комбинации. Почему? 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 Почему если d минимально, то следующее только 2d, а никак не вот это? Конечно. То есть мы берем эту точку, представляем ее, если мы можем ее представить, то назад на d мы же можем вернуться. Мы это уже умеем делать. Тогда получилось бы, что мы можем и вот это тоже представить. А это в мертвой зоне. Противоречие изначальному предположению. Предположение, что это самое маленькое, которое можно представить. Если вот эти все нельзя, то нельзя и эти все очевидно, потому что иначе это минус d. Ну и понятно, что этот аргумент, он верен и дальше. 3d, 4d и так далее представить все можно. Ну очевидным образом, просто кратное количество купюр передовая. А вот никакое внутри нельзя, потому что иначе вы назад по d заведетесь в мертвую зону. То есть на самом деле все выглядит так, что все суммы, которые можно так заплатить, или все числа вот такого вида, это какое-то самое маленькое, и все ему кратные. Ну на самом деле и кратные в другую сторону, но это не важно. Это утверждение в математических книгах вузовских курсов называется «целые числа являются кольцом главных идеалов». Вот такие умные слова обозначают ровно то, что я сейчас рассказал. Больше ничего. В математике вообще, когда переходишь на следующий уровень, очень сложно, что прибавляется тяжелый язык к тяжелым дополнительным сущностям. И вот язык на сущность, это уже, это очень плохо. Кольцо, поле, вот эти вещи, да, все начинаются. Вот, значит, но z – кольцо главных идеалов. Ну вот, но если так, если так, то смотрите, остался один ход. Раз любая сумма, которая может быть передана, должна быть кратна d, то тогда мы, я же могу передать вам a? А. Взял и передал. Одна купюра. Взял и передал. Значит, a обязательно кратна d. Так, здесь не отвлекаемся, это самый сложный момент. Итак, так как я могу передать a, а я доказал, что все возможности передать – это только кратные d, то чему бы ни было равно это d, a должно на него делиться нацело. Но ведь и p тоже. Я же могу передать p, взяв другую купюру. А вот из этого уже сразу следует, что d равно 1. В силу условия, что a не делится на p, а p простое. Все понимают. Или последний ход повторить? Повторить последний ход, да? Значит, и так. Да, давайте. Нет, это правда сложно. Как бы на самом деле вот в этом месте, в этом месте школьник должен понимать, что математика – это, извините, не сбор бабочек. Это серьезные логические рассуждения о очень глубокой сложности. Потому что если для школьника математика продолжается как сбор бабочек, ну, как бы это бессмысленно. Но он будет о ней иметь шапочное представление. Школьник должен уметь разбирать эти доказательства. Вы просто оцените, что в царской гимназии каждый школьник проводил это рассуждение от начала до конца. Да, образование не было всеобщим, но тех, кого брали и образовывали, образовывали вот так. И кто не мог, вылетал с двойкой, и все, покидал гимназию. Ну, вот времена меняются, времена меняются. Значит, и так, еще раз. Что? Ну, да, хороший вопрос, там, мог ли он это… Ну, кого-то из учителей, наверное, он обманывал. Но все-таки большинство учителей, наверное, могли выслушать и понять, обманывать человек или нет. Ну, замечание, тем не менее, правильное, да, что некоторые просто зазубривали наизусть, а с осыпающей педагогой, ладно, все, вижу, вижу, ставлю зачетную. Такое, скорее всего, тоже бывало. Менять, да, кто кузнечик, кто многоугольник, кто этот. Все про одно и то же. Свойства делимости целых чисел чрезвычайно тонки. На самом деле, вся математика, она отсюда растет, и все нерешенные проблемы отсюда растут. В общем, из этой делимости, да, про простые числа до сих пор масса нерешенных проблем. Любое четное число — это сумма двух простых. Не доказано, не опровергнено. Соседних простых через один — бесконечное количество. Не доказано, не опровергнено. Проблема Евклида. Знаете, две с половиной тысячи лет назад. Евклид заметил, что часто через один идут простые. Например, подряд не могут из-за четности. А через один уже таких прямых запретов нет. И вот, как бы, вот, собственно, до сих пор он предположил, он говорит, наверное, их тоже бесконечное количество, но я не знаю. С тех пор, ну, какие-то продвижения есть, но задача стоит, она открыта. Никто не знает этого. То есть с этой делимостью связаны настолько тонкие вещи, что они сразу выводят на нерешенные проблемы человечества. Сто миллиардов человек, живших когда-либо во всей эпохе, не смогли ничего сделать с этим. Вот. Ну, еще раз, значит, вернемся сюда. Итак, самое главное утверждение вот это. Мы сейчас его доказываем шаг за шагом. Кирпич за кирпичом. Значит, мы утверждаем, что если два числа не делятся на p, а p простое, то произведение тоже не может делиться на p. Заметим, что то, что простое, здесь это важно, это нельзя отбросить, если у вас число составное, да? Например, 6 равно дважды 3. 2 не делится на 6? Не делится. 3 не делится на 6? Не делится. 2 не делится на 6, потому что просто равно 6. Ну, то есть здесь нельзя отбросить. Это только для простых в принципе может быть верно. Так вот, оказывается, что для простых это верно всегда, для всех. Для этого мы используем этот прием. Мы почему-то, вот, пока совершенно непонятно зачем, интересуемся вот такими выражениями. И обозначаем за d самое маленькое положительное выражение такого вида. Дальше с помощью деления с остатком, по сути, мы понимаем, что если это самое маленькое, то все, которые имеют такой вид, должны быть кратным d просто. И все, других не будет. Если оно самое маленькое, то все кратные d. Но в этом случае кратным d оказывается как само a, так и само p, потому что это a равно a умножить на 1 плюс p на 0, а p равно a на 0 плюс p на 1, да? Оба числа имеют, конечно, такой вид, и a, и p. А значит, оба делятся на d. Но если они оба делятся на d, то вот отсюда следует, что d равно 1 или p, ну, потому что p простое. Правильно? А отсюда, в случае, если d равно p, следует, что a делится на p, потому что d равно p, подставляем a делится на p. Значит, этого тоже быть не может. Остается только одно, d равно 1. А значит, 1 таки равно a, m плюс p, n. При некоторых m и n. То есть, видите, как хитро все, очень хитро. Мы взяли... Да, пластейшее диафантовое уравнение, значит, первой степени. Мы взяли множество всех возможных значений вот такого диафантового выражения. В нем взяли самое маленькое, поняли, что тогда множество имеет вид все красные. кратные этого самого маленького. Поняли, что и a, и p, это имеет такой вид, значит, они тоже кратные. Дальше, p простое, значит, это d должно быть либо 1, либо p. Дальше, а не делится на p по условию, поэтому случай p отметается. Значит, d равно 1. Значит, самое маленькое выражение такого вида равно 1. А значит, 1 является выражением такого вида. Все. Закончено рассуждение. А зачем оно нам? Это еще только кирпичик. Понимаете, еще продолжается все. Это еще только кирпичик. Это первый кирпич. Но самый сложный. Дальше уже будет просто. Теперь мы просто это умножаем на b. Итак, при некоторых m и n, a m плюс p n равно 1. Но при тех же самых m и n будет a, b, n плюс p, b, n равно b. Да? Да ведь? Я просто умножил на b все. И теперь уже осталось заметить, что если бы вот это произведение делилось на b, то в левой части делилось бы на b все. А значит, и b тоже. Как сумма этих двух. Вот. Ну и все. Отсюда a, b не может делиться на b. Потому что иначе b делилось бы на b. Это делится, это делится. Сумма делится. b делится. По условию b не делится. Приехали. Все, лево доказано. То есть, как совершенно непонятно, как вот через это выражение, такую лему, да, откуда это все взялось. Придумать это совершенно невозможно. То есть, как это вот, как Евклид до этого допер, я не знаю. Но это был Евклид. А? Вот кто-то знали. Да, наверное, да. Не, ну у них там, ну им реально было нечего делать. Они всю жизнь могли, у них рабы были, че. Они могли всю жизнь, они не заполняли отчетов, они, ну как бы, у них совсем другая жизнь была. Ну вот. В общем, вот это вот великое его произведение искусства. Это лема. Ну а теперь я уже эту основную теорию арифметики на раз, два, три сейчас выведу. Дальше уже фигня осталась. Ну, понимаете, да, что со школьниками это полгода упорной работы, на самом деле. Урок за уроком, там, пример за примером, кузнечики, купюры. Вот, то есть это как бы, это выглядит как для учителей, я могу это рассказать за один урок, это уже проверено много раз, да, для учителей математики это излагается за один урок. Но когда вы будете излагать школьникам, то, конечно, нужно будет гораздо больше времени. Можно просто предложить пример, чтобы вычитаться в акценте. Да, можно вот и игры всякие, вот себе такие-то купюры просто написать на бумажках. На самом деле это круто, да? То есть берете бумажки, пишете там 60 и 101. Вот я сегодня приводил пример 60 и 101. Ну, давайте его, этот пример возьмем, чтобы я, я хочу продемонстрировать, давайте чуть-чуть позже основная теория арифметики, а пока, а пока, как это на практике на самом деле надо делать. Это тоже супер прием, который запросто можно излагать, ну, там, в не очень, не очень старшем возрасте, где-то в средних классах. Называется цепная дробь. Вот сегодня у меня были 101 и 60 купюры. Такой расширенный вавилон. Купюру 60 рублей, купюру 101 рубль. Я хочу передать 1 рубль. Что я делаю? Я пишу цепную дробь. 1 плюс 41 шестьдетое равно 1 плюс 1 делить на 60 сорок первых. Дальше я сейчас в уме все сделаю. 1 плюс 1 делить на 1 плюс 19 сорок первых. То есть 1 делить на 41 девятнадцатая. 2 плюс 3 девятнадцатых. 1 делить на 19 третьих. 6 плюс 1 треть. Все закончено. 3 это уже целое число. Все закончено. Кстати, любая дробь будет разложена в конечную процедуру. А корень из двух, как вы сами можете проверить, будет разложен в бесконечную цепную дробь. Из чего тоже следует, что корень из двух и рациональное число. Сегодня мы это тоже сделали. Вот. Причем в восьмом классе, да, по-моему? Да. С младшим, да. Вполне там сидели. Ребята вполне понимали себя. Так. А теперь смотрите. Фокус-фокус. Или ампутация конечности. У этой цепной дроби надо ампутировать вот эту конечность. Последнюю. И приближенное написать равенство. Чему это примерно равно. Ну то есть как бы примерно, а после ампутации уже точно равно. То есть мы считаем назад. 2 плюс 1 шестая. 13. 6 тринадцатых. 19 тринадцатых. 13 девятнадцатых. 32 девятнадцатых. Ну а теперь, пожалуйста. 101 шестятое примерно равна 32 девятнадцатых. Давайте здесь напишу. Вот так. 32 на 60, 101 на 19. 32 на 60 минус 19 на 101. Равно, как легко проверить, единицы. Трюк работает всегда. Но цепные дроби это для старших классов. То есть причины, по которым это работает, они будут выявлены потом. Это теоремы там, всякие теоремы о подходящих дробях. Книга Хинчина по цепным дробям. То есть это как бы причины, почему здесь всегда будет то, что надо, будут скрываться позднее. А как прием, можете им рассказать, они могут его использовать. Если они поняли доказательство, что существует, то находить уже можете и вот так вот. Но вначале действительно нарисовать на бумажках, пусть сами попередают, а потом вы им фокус покажете. Пишите цепную дробь, удаляете последний, и у вас будут ровно те, которые нужны. То есть 32 купюры по 60 рублей передать в одну сторону, 19 купюр по 101 в другую, получается 1 рубль. И так всегда работает. А и П тоже всегда сработает. Так. Ну что? Основная теорема арифметики. Ну я буду так. До того, как я их сгруппировал, можно так сказать. Любое положительное целое число единственным способом с точностью до перестановки представляется в виде произведения простых, не обязательно различных. То есть я как бы здесь сгруппировал для удобства, потому что дальше в таком виде я использую ее. А изначально мы говорим, что вот такое разложение, ну то есть вы берете, тупо просто делите, пока делится. Вот делите, делите, делите. Как прекратило делиться, у вас набор. И вот утверждается, что вот такое возможно только в случае, если r равно l, и здесь взята какая-то перестановка тех же самых. Предположим, что не для всех чисел разложение единственное. Предположим, что существует n, такие что, ну давайте, существует n сейчас пока с волной, да, такие, что разложение не единственное. И пусть вот это вот, и пусть вот это n самая маленькая из них. вот это n, это вот самая-самая маленькая. Ну, правильно, на компьютере мы можем там проверить много сотен миллионов, да, чисел, они все одинаково раскладываются. Но это совершенно не нужно, это не важно, просто если хоть какое-то число раскладывается двумя разными способами, то мы можем рассмотреть самое маленькое число, которое раскладывается двумя разными способами. Это опять тот же прием, да? Тот же прием, если какое-то множество положительных чисел не пусто, то в нем есть минимальный элемент. Это на самом деле, это самое, это аксиома лем-лема-цорна, что ли? Ну, это что-то такое, одна, нет, один из принципов, нет, 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 я путаю, я путаю, это один из принципов натуральных чисел, просто принцип индукции. Да, конечно, я путаю. Вот, ну вот, соответственно, вот у нас самое маленькое число. Я утверждаю, что если это самое маленькое число, которое по-разному раскладывается на множители, то вот этот набор с этим не имеет ничего общего, ни одного одинакового простого. Почему? Предположим, здесь затесалась двоечка, и здесь тоже есть двоечка. Тогда n пополам будет равно и этому, и этому. А мы предположили, что n было самым маленьким, которое по-разному раскладывалось. Значит, n пополам уже не может по-разному раскладываться. Поэтому уж если это действительно самое маленькое, которое по-разному раскладывается, то ни одно простое слева не совпадает ни с одним простым справа. Ни одно вообще ни с чем. В частности, p1 не равно q1. Но если два числа простые и различные, то одно на другое не делится. Не правда ли? Такое тривиальное утверждение, да? С другой стороны, p2 тоже не равно q1. Значит, p2 тоже не делится на q1, да? Вы чувствуете, к чему я клоню? pr тоже не равно q1. А значит, и p1 тоже не делится на q1. А из этого полемия, примененный много раз подряд, будет следовать, что их произведение тоже не делится на q1. p1, p2, так далее. pr не делится на q1. Но так как это n, то получается, что n не делится на q1. Но это абсурд. Вот оно делится. Оно его кратное. Противоречие? Теорема доказана. Все сильные школьники должны это уметь повторять. Все. Вот это как бы, это что называется, это обязательное условие. Человек не должен отправляться в большой мир, не понимая до зубов вот этой. Потому что дальше все остальное на нем стоит. Вы не помнили этого? Все, у вас нет корней. Дерево без корней летает, перекати поле. Нельзя, это обязательно понять. Все школьники, которых вы верите, что они станут серьезными профессионалами в чем-то, каждый из них должен это понимать от начала до конца. Но дальше вкратце пробегусь. После того, как вы разобрались с этим, там еще очень много красивых следствий. Можно вывести формулу для всех пифагоровых троек, для прямоугольных треугольников с целыми сторонами. Это выводится очень легко из вот этой основной теоремы арифметики. Значит, можно там поиграться с разными знаменитыми тоже задачами, с разными диафантовыми уравнениями. А дальше надо уже в серьезные вещи переходить. Следующая серьезная ветвь начальной математики – это представление о движениях. Это геометрия. Геометрическое понимание мира. Классификация движений. Сейчас я эту... Видите, как поколдовала, она вся ушла. Ну, пока, если школьники еще совсем маленькие, можно считать, что это прямая целых чисел. Ну, потом, по мере взросления школьников, они будут понимать, что здесь живут дроби, потом, что здесь живут вообще какие-то корни из двух там всякие, да? То есть, что здесь живет все на свете. Потом, когда они совсем вырастут, они будут знать, что есть еще трансцендентные числа. Ну, в общем, как бы, это прямая. На ней живут те числа, которые на данный момент ваши школьники знают. Это не важно, какие они знают числа, какие-то они знают. По крайней мере, целые точно знают. Тогда можно это прямую сдвигать на какое-то количество делений влево и вправо. Так вот, в понимании движения, да, вот параллельный перенос на а единиц, это и есть такой сдвиг. И смотрите, как удобно. Параллельный перенос направо соответствует положительным числам. Параллельный перенос налево соответствует отрицательным числам. Это же то, что в детском саду делают. Говорят, что А плюс Б, это от А отсчитать Б раз. То есть, как бы, ну вот в этом месте в детском саду не договариваются, что можно их право и влево отсчитывать. Если от тройки отсчитать 5 налево, будет просто минус 2 и ничего более. Ну, как бы, ничего страшного, что-то минус 2. Ты что, Морозов не видел? А, кстати, к нам, да, приехал еще много-много-много лет назад к нам приехала из Америки дружеская комиссия в 89-м году к нам в школу, посмотреть, как школьников учат в Москве, в школе номер 57, правда. Ну, так вышло, что приехали в лучшую школу Москвы, посмотреть, как учат школьников. Но я не знаю, они, видимо, до конца не понимали, что это лучшая школа Москвы. На выходе они все серые были. И когда я попытался поговорить с одним из них, он говорит, то, что вы знаете, не только ни один школьник в Америке не знает, но не знаю никто из нас, он просто не понимает, на чем сейчас был весь урок. Ни одного слова, ни одной формулы. Вот, я говорю, а я могу вам открыть большой секрет, почему русские школьники более гениальны в математике, чем американские. Он говорит, ну откройте, наконец, уже. Я говорю, потому что у вас почти не бывает отрицательных температур. А наши отрицательные числа знают с самого детства. Вот такой прогон, у меня есть такой прогон. А, говорит, точно, точно, ну тогда понятно. Тогда что поделать? Все сошлось, да, все сошлось. Не надо учить отрицательным числом. Вот зима на улице, да, минус снег, ну не сейчас, бывает. Вот, в общем, направо, налево, вот, то есть здесь как бы, вот это, вот это тогда как бы либо ТА от Б, либо ТБ от А, как хотите. То есть это как бы к точке, да, преобразования. И исходная, вот прямая, она могла быть даже без начала координат, только с направлением, куда направо, куда в положительную сторону, куда отрицательную. И тогда сдвиги, это как раз числа целые, все сдвиги, это все целые числа. Сдвиг, при котором ничего визуально не применялось. Ну и дальше там дается определение движения. Движение некоторого объекта Х, будь то прямая, плоскость вся, или сфера, или окружность, ну каких-то таких простейших визуальных образов. Движением является преобразование, которое не меняет расстояние между точками. И дальше классификация всех движений. Очень красивая, стройная теория, доступная пятикласснику сильному. Классификация всех движений прямой приводит к тому, что движение прямой это либо сдвиги в какую-то из сторон, либо отражение относительно гвоздя, который вы вбиваете и вот так вот переворачиваете. Полная классификация происходит. Потом она с каждым разом усложняется. Для плоскости это теорема Шаля. Это очень нетривиальная штука. Я поэтому все вместе назову, что это теоремы типа Шаля. Типа Шаля для каких-то просто наблюдаемых объектов. Прямые, окружности, плоскости, сферы. То есть классификация вот здесь уже вовлекается серьезная теория групп. Очень. И там уже напрямую неперестановочно. Если вы вначале сдвинули, а потом перевернули, или наоборот вначале перевернули, а потом сдвинули, преобразования получаются разные. И это как бы здесь уже мозги настраиваются на хорошую будущую работу в алгебре. Причем при этом это совсем объекты такие, ну совсем простые. В первой версии моих уроков они были в начале, а это было потом. Вот то, что вы видите в интернете, там с 6 по 10 начальное представление движения, движения прямой и окружности. Потом с 11 по какой-то там основной теоремоарихметики и ее следствие. Потом мы возвращаемся к движениям плоскости уже. А когда мы движения плоскости освоили, там было такое классное утверждение о том, что любое движение плоскости, сохраняющее на месте ровно одну точку, является поворотом. И мы его доказывали, соответственно. Ну там. Когда мы его уже доказали, дальше появляются на сцене комплексные числа. Без комплексных чисел математики нет. Комплексные числа объясняют все. Комплексные числа, ну для старших классов очень, так сказать, очень убедительно звучит формула кардана, которую с ними можно вполне вывести. Знаете, да, формула кардана для решения уравнений кубических. Она, ну там, с хорошим старшим классом за урок вполне выводится. А потом вы начинаете ее использовать. Бах! Чтобы вычислить по формуле кардана корни, например, вот такого уравнения. Ну, когда вы его там раскроете, скобки, если вы скроете, да, вот, вы скрыли от них, что это такое уравнение, а написали x кубе, там, по-моему, значит, минус 6, минус 3, минус 7x, да, плюс 6 равно нулю. И вот вы скрыли, что это и это одно и то же, что у него корни на самом деле 1, 2 и минус 3, все три корни вещественные. И начинаете по формуле кардана применять. Там появляется там корень кубический из что-то плюс корень квадратный из что-то плюс корень кубический из то же самое минус корень квадратный из то же самое. Ну, вот для этого уравнения там упрощенный вид формул кардана. И вы спрашиваете, как вы, там, когда применяете, там начинается какой-то ад. Например, здесь извлекается корень из минус 100. Минус 100. Они говорят, что такое корень из минус 100? Ну, школьники, наверное, могут не знать, да? Некоторые говорят, ну, это 10 умножить на i, продвинутые школьники говорят. А что такое i? Это комплексное число, i впадать равно минус 1. Хорошо, давайте попробуем тогда выйти к комплексным числам, обратиться и посмотреть, что происходит. Происходит удивительная совершенно картина. Корень кубический из любого комплексного числа извлекается ровно тремя способами. Вот этот будет сопряженный к нему, как бы в другую сторону торчать. И получится, что эту сумму можно понимать тремя разными способами. Там еще есть условия на произведение, иначе было бы 9 вариантов этой комбинации, так как будет 3. Что, значит, вот взять первый вид представителей, получается, в сумме единица, другой вид представителей в сумме двойка, а третий вид представителей в сумме минус тройка. И получается, что три решения этого уравнения, все три вещественные, никакой формулы, кроме той, которая обращается к комплексным числам, заодно быть не может. В формуле Кардана не может не быть комплексных чисел. Но когда они вывели, собственно, наверное, в этом суть, что когда Бомбьери вывел свои, Бомбьери придумал, придумал комплексные числа 5 веков назад, в самом начале 16 века, он сказал, что есть такие мнимые числа, и с ними можно работать. А что значит придумать вообще комплексные числа? Что это означает? Ну, взял, пришел я и сказал, и квадрат равно минус единице. Я уже придумал комплексные числа или нет? Я не придумал. А почему этого мало, что просто сказать, что пусть они будут? Каждый там детсадовец, у которого отец математик, знает, что есть какое-то и, которое в квадрате равно минус единице, но он в этот момент еще ничего не знает. И самое главное, научиться действовать с ними так же, как с обычными. Что такое число? Если я утверждаю, что что-то является числом, и какая-то система образует, я утверждаю, что что-то это система чисел, я должен показать, как их складывать, вычитать, умножать и делить. Числа должны образовывать поле, ну, как минимум кольцо, но лучше поле. И я должен просто объяснить, как комплексные числа складывать, вычитать, умножать и делить. И если я умею это непротиворечиво делать, и вещественные оказываются частью их, то вот тогда я уже познакомился с комплексными числами. Тогда можно уже строить всю остальную математику. Ну и, в общем, как бы это самое. Ну, а там необходимость их вот сразу видна, например, здесь, но на самом деле физикам она совершенно очевидна. Любое движение, там любой жидкости или газа, там уравнения, в которых режимы только через комплексные числа. То есть это только комплексный анализ, никакой другой. Комплексные числа — это язык, который Господь Бог использовал, создавая планету. И вообще все. Все законы физические, все это, все комплексные числа. И никуда без них вообще нельзя деться, поэтому совершенно обессмыслиться не говорить о них в школе. Ничего в них сложного нет, эти правила все. Да, и когда вот мы уже до этого теорему шаги разбираем, мы можем довольно быстро вывести, что умножение на комплексные числа это именно то, что мы знаем, что умножаются друг на друга длины векторов и складываются углы. Ну, что такое комплексные числа? Это все точки плоскости. Каждое комплексное число определяется вектором, который в него торчит из нуля, и у всех чисел, кроме ноль, есть длина. Ну, у нуля тоже есть, но она нулевая. А, простите, у всех чисел, кроме нуля, есть угол. Четко определенный угол поворота. У нуля угла нет. И правила оказываются такие, что если я умножаю, ну, если я складываю их, то это просто параллограмм обычный. Вычитаю соответственно. А если я хочу их умножить, то мне нужно перемножить длины, ну, вот в имеющемся масштабе, да, у меня должен быть масштаб, у меня где-то единица, там, и минус один, минус и. Я должен перемножить длины, соответственно, это даст мне ту окружность, на которой будет жить произведение. А чтобы посмотреть, где именно оно живет, я должен просуммировать эти углы, то есть от этого угла отложить этот. В данном случае ответ вот. Но чтобы доказать это, мне нужно вот это. То есть вот это вот используется там. Вот это как бы. Вот. Ну и на самом деле при классификации, например, конечных списков движений и окружности используется уже и это. В общем, там как бы все друг на друга завязано. Вот эти вот три кита, они друг с другом в такой связке, и все это идет комплексным числом. Вот. Ну и перестановки еще там. Иногда я немножко по-другому говорю, что еще как бы есть перестановки конечных множеств. Вот. И как бы можно даже, наверное, по-другому сказать, что вот три кита — это все-таки вот это, а с — это вот то, к чему мы все идем. Ну, не знаю, я иногда так говорю, иногда так. Суть в том, что нам нужны комплексные числа. Это главная цель и задача в школьной математике. Это вполне нормально освоить комплексные числа. Операции с ними. И для того, чтобы это сделать, нужно пройти вот эти предыдущие шаги. Ну, а дальше в последующих уроках я уже развивал там какие-то вещи. Матрицы мы рассматривали 2 на 2, 3 на 2, 3 на 3. Вот. Определители, там, система линейных уравнений. Ну, и потом вышли на обоснование, значит, непрерывного анализа. Вот. Теперь я обещал рассказать про книгу «Математика для гуманитариев», да? И поставить свой автограф на них. Ну, и, наверное, еще ответить на вопросы чуть-чуть. Я попробую успеть. Чуть-чуть, да? Вот, значит, и так. 100 уроков в математике. Он меня поймал за язык и в курсе «Математики для гуманитариев», и в 100 уроках. 100 уроков я отчитал у него в филипповской школе целиком, от начала до конца. Взял вначале 30 школьников, потом постепенно осталось 3. Почему я и говорил всем, что 10%? Да, ну, такой, да. Это же не мат-школа. Это школа языковая, по сути. Это школа древних языков. Это такая полугимназия классическая. И никакой математики там специально нет. Но там очень хорошие учителя, потому что это частная школа, и они не пишут отчетов, поэтому они учат детей. Ну, и каждый такой вот очень... Они все такие, как бы у каждого что-то свое на уме. Такие оригинальные люди. В общем, на уроках там классно и интересно. Но, как бы, такой специальной математики там нет. Ну, и вот я прочел эти 100 уроков для этих трех школьников, которые победители всевозможных олимпиад по, там, латыни, например, в Москве, по русскому языку. То есть это не математики. Ну, и они, как бы, тем не менее, значит, в какой-то момент, там, 70-й урок был, им стало реально тяжело. И пришлось объяснить, просто сказать, что вы те самые первые подопытные кролики, которых потом всю историю Земли, да, будет страна благодарить, что именно на них. И они поняли и решили, да, что они все-таки досидят, попробуют добить это все. У них был кружок, там, задачи разбирались, в общем. Это было очень тяжело, но зато все остальные преподаватели, которые вели у них физику, там, математику обычную и так далее, говорили, что вот эти трое мгновенно решают все задачи. Просто мгновенно, да, еще не это самое. То есть это не относится, программа ни к какому, естественно, ЕГЭ, ни к какой бабе ЕГЭ, да, не относится вообще. И к олимпиадам тоже имеет отношение достаточно обоследованное. Но, как бы это сказать, да, отдавая кесарю кесарево, если вы для бога делаете, вы это проще сделать всегда, в любом случае. Вот, поэтому, так сказать, вот 100 уроков, мы прошли эту апробацию, что называется, потом это все лежит в интернете, потом некоторая контора взялась это красиво снимать, сняла 17, у контора кончились деньги. Мне, я ничего не просил. Кончились на вот операторов, которые круто снимают, там, на тех, кто конспекты пишет, там, то все делает, задачи сочиняет. Сейчас, значит, у нас есть у канала некоторый спонсор, который не любит себя называть вслух, но я могу так сказать, что он с Кавказа, кавказский бизнесмен, вот. И, значит, я, взяв у него денежки, сейчас я заказал конспекты одному парню в Москве, скоро будут конспекты все, все это выкладывается в интернет, свободный доступ, как и все, что должно быть вообще именно так. И, соответственно, там постепенно и задачи тоже появляются, задачи тоже почти для всех уроков уже готовы, но не хватает как бы интерактива, но вот сейчас в Филиппской школе ведется кружок, но там он как бы… Михаил Викторович хочет платно его ввести, там почти никого нет, потому что, ну, платная математика немножко как Симарон, вот. Ну, а так вот как бы сейчас, может быть, еще на президентский грант подают они, может быть, мы попробуем дозаписать до конца их именно в хорошем качестве с уроками, с задачами. Ну, в общем, это как будет дальше жить. А этот курс я прочел два раза в 2013 и 2014 году, по 5 и 4 лекции, соответственно, длинные очень. И через пару лет их переложили на бумагу. Потом мы очень долго и мучительно все вычитывали, в том числе мой отец вычитал все, там есть врезки моего папы. Вообще над книгой работало около 10 человек, и всем им выражено там благодарность, но все скромные, поэтому оставили только меня автором, хотя ни одного слова я там не написал. Это только лекции. Ну, то есть как бы я только-только… Ну, да, но вот Фейнман включил, Фейнман Лейтен Сент, курс лекций по физике, он включил тех, кто записывал. А мои просто отказались на отрез от этого и сказали, что будет только одно имя, а я им выразил благодарность в введении. Ну и вот, собственно, я с этой книгой езжу, ездил последние там полтора года, возил, потом я решил, что я уже не могу больше ее на себе возить. Прекратил, но сегодня сделал исключение, опять привез. А так 18700 экземпляров сейчас. Тираж вполне, да, такой художественной литературы. Для педагогов, для родителей, для детей… Вот непонятно. Дело в том, что эти гуманитарии, которые пришли на курс, было огромное количество народа. Меня вообще часто спрашивают, а зачем им нужна математика? Ответ очень простой. Не знаю и знать не хочу. Я объявляю, что я читаю курс, кто приходит, слушает. Приходит очень много народу. Отлично. В Перми объявляю лекцию «Позиционные системы исчисления, запись чисел, приближение, цепные дроби». Приходит из города, просто из города, абсолютно произвольно. Просто приходит там 80 человек. Меня спрашивают, почему они вообще пришли? Зачем людям обычных профессий нужно это знать? Я говорю, слушайте, у нас как бы цивилизация не дельцов. У нас цивилизация людей, которые вообще-то занимаются собственным образованием. Это в идеале должно быть именно так, что если… Ну, это всегда журналисты спрашивают. Это вот… То есть, как бы вот эти вопросы задают только журналисты. Реально, никто из тех, кто приходит ко мне, никогда не задает вопрос, зачем эта математика нужна. Никогда. Это только журналистский вопрос. Нет, я бы тоже задал каждому статусу, чтобы понять. Но это интересно, да. А для чего еще вот вы… Это интересно. Ну, в основном ответ такой, в основном ответ, что, ну, как бы для просто общего развития. Обычный ответ всегда такой бывает. И никаких гуманитариев реально там почти не было. Там в основном были, ну, как бы… Там была очень разношерстная компания. Была куча менеджеров, бухгалтеров, строителей, водителей, администраторов. Ну, все деятели культуры были, были инженеры, были, значит, какие-то люди весьма высоких специальностей, тонких. Ну, в общем, никакой портрет вот тех, кто пришел… Да. Никакой портрет тех, кто пришел, нельзя составить. Он совершенно как бы… Он не угадывается. Портрета нет. Это совершенно разные люди. Вот они пришли, и они слушают. А те, Леонид, да еще вопрос. А вот, коль там, просто, мы с Павел заговорили, а не было таких мыслей, или, может быть, там, математики для бизнеса, например, все равно, потому что это… А я… Дело в том, что я не знаю, я как бы… Ну, я открою секрет, что все-таки… Ну, понятно, я езжу бесплатно, но у меня же есть источники дохода, да? Эти источники дохода, в частности, заключаются в том, что Сбербанк меня приглашает проводить с их сотрудниками консультации. Да, я вчера смотрю, смотрел. Да, вот. И как бы, и не только Сбербанк. МТС, Киви, Росатом. Ну, там десяток уже разных заведений. То есть, они свои задачи закрывают. Так в том-то и дело, что кто как. Так, вот, например, там на Череповце, на Северстале, я решал совершенно конкретную задачу, их важную задачу, как там воруют медь, надо было штрафы расписать по теории игр. А в случае Росатома мне сразу сказать, что, ну, просто сотрудники интересуются чем-то. Они хотят, чтобы сотрудники были умнее. У них было 170 сотрудников, очень классных, умных сотрудников, которые стали еще умнее в результате. И все. В Киви прямо заявляют, чистая математика. Все остальное мы сами умеем. Просто. Там Борис Борисович Ким, такой очень прикольный бизнесмен. Он совершенно такой, как бы, прям идеал бизнесмена, да? Человек, который интересуется всем подряд абсолютно. Никакой не узкий, а наоборот, очень-очень широкий взгляд. Вот я там к ним постоянно хожу. Ну, то есть, как бы это есть. Математика для бизнеса, она есть. Она есть, и я, собственно, благодаря ей, на самом деле, есть все остальное. Когда меня бизнес там спрашивает, типа, вот, ничего себе ставочки, я говорю, я русское государство. Я у вас забираю деньги, дополнительный налог. Отдаю в виде бесплатных лекций всем, всему народу. Ну, как бы, вот. То есть, как бы, это есть, это происходит. Вот, вот так вот. Ну, вот что, последнее, наверное, что я могу сказать, что я всех зову на канал. Мат-культ. Мат-культ. Привет русскими буквами. А кроме того, Ященко с барского плеча снял вот этот вот, вот этот отсек своего главного агрегатора математического стране. И выдал нам. Вот. Ну, еще там есть Саватеев XYZ, где эта книга бесплатно скачивается абсолютно. Там же 100 уроков. Ну, вот здесь, как бы, вот, все, что не здесь, все здесь, грубо говоря. Ну, и еще там ВК. Здесь ВК. Ком Алексей Саватеев. Ну, там найдете. Вот здесь найдете все. На Саватееве найдете ссылки на все наши ресурсы. Ну, давайте ВК все-таки напишу. Алексей Саватеев. Там тоже написаны все наши ресурсы. Вот. У меня команда волонтеров. Они, значит, занимаются этим всем. Ну, и вот веселая такая банда наша. Мы иногда вместе ездим там. Я волонтерам просто билеты покупаю. Мы едем там. В Питер приехали. Они все записывают. Вот так и живем. Вот. Там есть кнопочка. Вот. На Саватеев XYZ есть кнопочка стать патреоном. Патроном. Ну, я, понятно, как бы я не ожидаю от обычных учителей, что у них есть деньги. Поэтому, если вы, ну, как бы не надо чувствовать, если, как бы, лишние деньги есть, то становитесь патроном. Если нет, спокойно, без всякого стыда, что называется, пользуйтесь этим абсолютно бесплатно. За вас уже заплатили Росатом, там, Сбербанк и прочее. Вот через YouTube или через Саватеев? Ну, это разные совершенно контент. Это вот контент видео. Вот это видео будет на YouTube. А старые бы, они заливаются сюда? Заливались. Ну, и тут, а, тут, это разный контент. Здесь расписание лекций, например, ближайших. Вот там будет написано, что ближайшая лекция будет открытая. Лекция будет 20... Там еще много закрытых. Открытая будет 27 ноября в Екатеринбурге. Целых три. А за следующий день Ханты-Мансийский. А до этого я буду в Сочи-Сириус. У дяди Волы. Ну, не у самого дяди Волы. Нет, просто я так шутку называю. Хибины Mail.ru. Просто почта. Но нам нужна пометка письма от учителя математики, потому что переписка страшная. Я уже совершенно ее не разгребаю. Но от учителей математики я, тем не менее, пока у меня ни одно письмо от учителя математики не было неотвеченным. Иногда долго-долго человек ждал. Я писал, типа, сейчас не могу ответить. Я через некоторое время отвечу, но все равно отвечал. Так что вот этот адрес. И, соответственно, я все равно... Значит, если от учителя математики, это полный приоритет. Это номер один. Это мое главное дело жизни. Все остальное — это второстепенно. Главное — это учителя математики, чтобы они могли учить. Учили и как бы... Вот Минобор... Еще раз. Кесарю Кесареву, да? Минобор параллельно. Богу Богову, вы учите будущих граждан страны. Все. Вот на этом я, собственно, и хочу завершить. Субтитры подогнал «Симон»